Сегодня народные умельцы КОМИ учились ткать полотно из крапивы. Мастер-класс провел гость из Мордовии Валерий Баранов, который создал уникальную экотехнологию. Евгений Ракин активно осваивал ноу-хау. Инженер-электронщик из Саранска теперь создает одежду из крапивы на таком вот мини-станке. Вот он позволяет ткать саржу, саржу и переплетение имеется в виду, да? Вот этот бердо точно такой же, никакой разницы не имеет, только пластмассовый сделан, да? То есть все-все абсолютно элементы ткатьского станка здесь есть. Но сначала надо получить нити. Мастер вымачивает крапивные стволы, отделяет волокна и вычесывает их. Лишь после этого можно прясть. Чтобы получить вот такой вот маленький клубок весом в 5 грамм, здесь примерно 20 метров однослойной нитки, потребуется примерно 25 стволов высушенной крапивы и целый день непомерного кропотливого труда. Вот новому ремеслу учится народный мастер России Валерия Иванова. Она специалист по лоскутному шитью. Говорит, полотно из крапивы отлично подойдет в качестве дополнительной фактуры. Я бы сказала, тут все сложно. С самого начала. Ну, крапиву-то мы найдем, конечно, много. Ну, сколько я материалов работала, и все, вот какой кусочек. Видимо, поэтому у саранского мастера нет последователей. Сам же Валерий Баранов за результатом не гонится. Ему больше нравится процесс. Никаких здесь не строится планов о доходах, о каких-то там глобальных проектах. Хотя несколько человек, связанные с дизайном, обращались ко мне, что, значит, изготовить ткань или, значит, элементы одежды для того, чтобы экзотическую одежду сделать. Но это тоже только в стадии разговора. Носки, шарфы и даже рубаха. Эко-одежда из крапивы выставлена в Национальной галерее Коми. Завтра там подведут итоги регионального конкурса «Мастер года». Обладателю почетного звания вручат премию правительства республики имени Семена Аверина.